Уютная дружеская обстановка, горячий кофе и разговоры об искусстве и мире. В модном городском пространстве Нимлофт в минувшее воскресенье так отметили День фотографа. Концентрация талантливых людей на квадрат площади превышает все допустимые значения. Для моменталистов, начинающих, маститых и остальных собравшихся организованы мастер-классы и лекции. Фотографам не рождаются, а становятся уверены присутствующие. У нас будет рассказывать Юрий Савин, фотограф, который занимается урбан-фотографией, городской съемкой. Он также расскажет про пленку и покажет процесс выбора пленки, покажет процесс проявки прямо на месте. И участники смогут сами попробовать это сделать. Также будет еще Дмитрий Списивцев, который расскажет про амбротипию. Амбротипия – это первая, наверное, фотография, которая вообще когда была сделана. И люди сами смогут поучаствовать в этом во всем. Известный в Иванове не только свадебный фотограф Кирилл Соколов первоначально должен был рассказывать об инстаграм-фото. Но лекция перетекла в беседу и на философские темы тоже. Кирилл называет себя счастливым человеком. В его жизни работа, приносящая доход, увлечение и развлечение полностью совпадают. Как делать кадры? С этим никто не рождается. То есть, все равно очень сильно помогают любые знания в живописи, еще в искусстве. Любое. Даже то, что ты занимаешься архитектурой, ты уже будешь лучше снимать, видеть геометрию. То есть, нет. Это желание снимать и много-много труда и образования. Фотография – это как лопата, да, фотоаппарат. Фотоаппарат может быть большой, крутой, но копать все равно придется. Фотограф не тот, у кого есть техника, пусть даже самая современная. Это тот, кто умеет видеть, знает, какой момент и как лучше запечатлеть. Любой талант, он тренируется. Ты можешь себя просто со временем, так сказать, развивать. Апгрейдить. Апгрейдить, да. Ты себя просто развиваешь, развиваешь, развиваешь. Ты, конечно же, можешь встать. Иногда большое желание гораздо сильнее и важнее для всего. Достановление человека как фотографа, чем даже какой-то начальный талант, который человек имеет. И если для профи «День в нем лофт» – возможность встретиться, пообщаться и поделиться опытом, для любителей еще один шанс насладиться фотоискусством. Праздник не мог обойтись без выставки, так называемой «сушки». На белевых веревках организаторы вывесили фотографии. Взять себе можно было любую, повесив взамен другой снимок. Правил участия фактически нет. Прежде всего нельзя на «Сушке» показывать «ню». А остальных ограничений никаких нет. Пейзаж, портрет, любой формат. Кто-то печатал 10 на 15 сантиметров, кто-то большущего формата. Лекции перемежались с семинарами. Сделать необычные снимки и примерить на себя новые роли могли участники квест-стории «Тайны Венеции». Итальянский правитель Дош пригласил на бал знать духовенство горожан. Политические интриги, шпионаж и даже убийства. Игра покажет, кто есть кто. Есть только костюм и несколько слов предыстории. Характеры участники придумывают и раскрывают самостоятельно. У них есть уникальная возможность действительно стать другими. То есть переплатиться, например, в Казанову и отыграть Казанову. Достигнуть своих целей и задач, проверить себя. Самое главное, что это игры, построенные на общении. То есть люди просто общаются. Они заключают сделки, они договариваются, они просто общаются. И общаются с другими людьми, а не с гаджетами и телефонами. Фотография объединяет, рассказывают собравшиеся. Людей по обе стороны объектива, тех, кто наслаждается снимком и тех, у кого он вызывает воспоминания. Наверняка все хоть раз брали в руки мыльницу или профессиональную технику, чтобы сохранить для себя счастливые или грустные моменты. Поэтому День фотографа – праздник каждого. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.